Равновесие мышц шеи и прикусы – это вещи взаимосвязанные. Если голова делает наклон влево, то челюсть транслируется вправо. Если у головы и шеи избыточный передний наклон, то челюсть выдвигается вперёд. Если головушка запрокидывается и вытягивается вперёд, то нижняя челюсть утопает. Поэтому упражнение на равновесие мышц шеи направлено на улучшение прикусных взаимоотношений. Я вам расскажу сейчас о трёхэтапном расслаблении мышц шеи. Сначала крупных, потом подзатылочные области и диафрагмы рта, и затем мышц глаза. Мышцы глаза и подзатылочные мышцы двигаются вместе, поэтому расслабление зрения будет способствовать расслаблению мышц шеи. Итак, первое упражнение. Поверните голову в одну сторону, потом в другую. Этот поворот в норме всегда асимметричен. И выберите ту сторону, в которую голова поворачивается лучше. Поверните голову в сторону лёгкого поворота. Вернитесь в положение нейтрали. Нужно будет сделать три полукруга головой и шеей в сторону, куда она поворачивается лучше. Наклоните голову, для меня это направо, удерживайте в правостороннем наклоне в течение трёх секунд. Вернитесь в нейтральное положение и удерживайте положение головы в течение пяти секунд. В положении нейтрали мышцы шеи расслабляются. Потом кивните головой вперёд. Раз, два, три, напряжение. Раз, два, три, четыре, пять. В положении нейтрали расслабление. Потом запрокиньте под собственным весом голову в ушку назад. Удержите её три секунды. Вернитесь в нейтральном положении, давя возможность мышцам расслабиться. Таким образом, таких полукругов вы делаете три и сравниваете лёгкость поворота в одну и в другую сторону. Каждый наклон вперёд, вбок и назад вы делаете не через усилие, а под собственным весом головы. Для того, чтобы расслабить мышцы диафрагмы рта и подзатылочной области, нужно сделать движение языком. Язык должен скользить по твердому нёбу из глубины рта к зубам. Сначала к передним резцам справа и слева. Потом к лыкам справа и слева последовательно. Потом к жевательным зубам справа и слева последовательно. Мышцы языка крепятся опосредованно к височным костям, к затылочным и верхним трем шейным позвонкам. Поэтому движение языком хорошо высвобождает область основания черепа. После этого нужно сделать круговые движения, исследуя рельефную поверхность зубов верхней и нижней челюсти. Сначала зубы скользят по язычной поверхности зубов слева направо. Переходят на губную поверхность зубов и скользят справа налево. Таким образом язык движется сначала в одном направлении, а потом в противоположном. После этого упираем язык в зубы нижней челюсти с язычной стороны. Скользим сначала слева направо по язычной поверхности и справа налево по губной поверхности зубов. И делаем такой же круг в противоположном направлении. В функции языка язык принимает участие в глотании. Если глотание нарушено, то меняются опоры языка зубы. Чтобы восстановить функцию глотания и снять напряжение с гортанно-глоточного блока, нужно зажать язык зубами и после этого проглотить. Глотательное движение в норме длится 4 секунды. И после 4 секунд напряжения должна быть пауза в течение 10 секунд. Повторите глотательное движение несколько раз. Таким образом вы расслабите гортанно-глоточный блок. Мышцы шеи и мышцы глаз двигаются вместе. Для того, чтобы очень тонко и ювелирно высвободить мышцы шеи под затылочной области, нужно провести гимнастику для глаз. Мы также будем с вами двигаться по и против часовой стрелки. Исследует сектора циферблата. Нужно поднять глазки вверх и удерживать их в этом положении в течение 3 секунд. Потом вернуть в нейтральное положение и удерживать в течение 5 секунд. Потом необходимо поднять глазки вправо вверх, вернуться в положение нейтраля. Вправо в положение нейтраля. Вправо вниз в положение нейтраля. Вниз в положение нейтраля. И каждый раз, когда вы уводите глаза в сторону, вы удерживаете напряжение в течение 3 секунд. И возвращаясь в положение нейтраля, расслабляете глазодвигательные мышцы и мышцы шеи автоматически. Дальше глаза следуют влево-вниз в положение нейтраля, влево в положение нейтраля, влево вверх в положение нейтраля и вверх. После этого вы совершаете круговое движение глазами в противоположную сторону. Этот комплекс упражнений, состоящий из трех последовательных движений, сначала крупными мышцами шеи в виде кивания, потом облизывающие движения и скользящие движения по небу и зубам, и круговые движения глаза выравнивают тонус мышц шеи и осанку в целом, после чего вы можете перейти к специфическим упражнениям на уравновешивание жевательных мышц и мышц челюсти. Продолжение следует...